Сегодня для юноши и девушек Брестского государственного университета Пушкина особый день. Все потому, что для них выпускников прозвенел последний звонок. В летопись университета запомнилась еще одна страничка. За эти четыре года выпускники смогли доказать все теоремы, подтвердить все аксиомы и вывести собственные формулы успешной учебы. Креативные идеи бурлили в них и вырывались наружу бурными потоками, превращая будни в настоящие феерические действия. А помочь не заблудиться в полете их фантазии и направить энергию в правильное русло всегда удавалось безмерно любящему каждого студента, ректору университета Анне Сендер. Стала уже доброй традицией проводить последний звонок для выпускников университета. В этом году заканчивает университет 1120 студентов, из них в дневной форме 770. И приятно то, что среди выпускников 220 студентов иностранцев. Конечно, не хочется говорить, что это иностранцы, потому что это наши студенты. За те годы, что развивается университет, университетом подготовлено больше 70 тысяч специалистов для Республики Беларусь. И, конечно же, в первую очередь для Брестской области. И все это студенты, которые уже стали выпускниками, это профессионалы. За четыре года обучения университет стал для студентов-выпускников вторым домом, тем уголком, где каждый из них проживал поистине интересную, яркую, запоминающуюся жизнь. Рядом с ними всегда были наставники, преподаватели университета, которые переживали и радовались успехам каждого. Потому сегодня на торжественной линейке от каждого юноши, от каждой девушки звучали самые искренние слова благодарности. В какой-то степени очень грустно, потому что эти четыре года пролетели очень быстро. На своем факультете, в своем университете мы стали одной большой семьей, сплоченной, которые всегда поддерживали друг друга. И сейчас даже слезы наворачиваются, потому что понимают, что это уже все, это последний день. Это уже даже не окончание школы, это окончание университета. Педагогам хотелось бы пожелать талантливых студентов, чтобы они переживали все снова и снова новые эмоции. Эту радость, грусть в какой-то степени. Но и хочется пожелать, чтобы они оставались такими же позитивными и хорошими людьми. Эмоции очень радостные, но в то же время есть, конечно, капелька грусти, потому что за время обучения в университете все эти стены стали родными, и так жалко с ними расставаться. Конечно же, преподавателям я желаю успехов в творчестве, в преподавательской деятельности, разумеется, в научной сфере. Пускай студенты радуют их своими знаниями, своими достижениями, и хочу сказать им огромное спасибо за все, что они для нас сделали. Грустно, не хочется расставаться, много приятных воспоминаний, связанных с этим местом. Мне как-то хочется оставить его поближе. Сегодня, по-другому, хочу пожелать побольше терпения, побольше творчества и креативности в преподавании своего предмета, чтобы было интересно не только им, но и студентам, чтобы они находили общий язык, и появился такой коннект между преподавателями и студентами. Из года в год студенты Пушкинского университета показывают высокие результаты в учебе, творчестве, спорте. Поэтому важный момент торжества – награждение выпускников грамотами и благодарностями за успехи в научно-исследовательской деятельности, активное участие в общественно-культурной и спортивной деятельности «Альма-Матер» и повышение имиджа университета. Студенты выразили признательность педагогам за профессионализм, мудрость и терпение в праздничном концерте. Его кульминацией стали прощальный нежный вальс под волнующую музыку. «Удаемся сегодня, как будто на век, за улыбками грусти не пряча. Наша юность уходит, как тающий снег, и мы знаем, не будет иначе. Нам чайка махнет крылом, будет будущее уйдом. Из палубы теплохода мы вам рукой махнем». И веселый, но в то же время трогательный последний звонок – символ окончания учебного марафона и вступления во взрослую жизнь, знаменующий начало нового этапа в жизни. Удивительное время и чудесные годы. Именно так говорят студенты о годах обучения в Пушкинском университете. И добавляю, что впереди их ждет не менее интересная и насыщенная взрослая жизнь. Продолжение следует...